Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Крепкая семья – это залог здорового общества и сильного государства. Ну а какая семья без детей? К слову, по данным Росстата, рождаемость в России продолжает расти. По итогам первого квартала текущего года ее темпы обогнали аналогичные прошлого. Лучшие показатели у Приволжского, Северо-Западного, Южного, Сибирского или Дальневосточного федеральных округов. О рождаемости в нашем округе Алина Ваучейская. Маленький Дмитрий в своем первом в жизни интервью очень разговорчив. На камеру новорожденный актер демонстрирует все свои таланты. Пока Диму на пеленальном столике наряжают для выхода в свет, за дверью малыша и его маму ожидают взволнованные родственники. И вот он, долгожданный момент. В зале выписки новорожденного встречают бабушки, брат и папа. В семье Белишевских Дима – второй ребенок. Старшему уже пять лет. Данил очень ждал появления брата на свет. Готов делиться с ним игрушками и помогать маме ухаживать за малышом. Но больше всех, конечно же, рад отец Димы. Счастья, радости. Конечно, когда держишь на руках, такое чудо. Очень счастливы. В Ненецком округе за июнь этого года родилось 57 детей, из которых 32 мальчика и 25 девочек. Средний возраст мам – 20-24 года. Рождаемость в округе находится на нормальном уровне, отмечают специалисты акушерского отделения Ненецкой окружной больницы. Ежемесячно в округе на свет появляются 50-60 детей. Большей частью, конечно, рождаются дети здоровые. Большей частью за последние полгода родилось 315 детей, 159 мальчиков, 156 девочек. Самыми популярными именами в 2014 году остаются Анастасия, Мария, София, Александр, Артем, Дмитрий и Михаил. Алина Вучейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Анастасия, 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 Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Продолжение следует...